Но до этого, еще 20-го года, 20-го века, он начал формироваться как часть коллекции Преведческого музея. И тогда поступили первые картины. Было так хорошее настроение, было столице поделиться своими сокровищами с кренцией. И поэтому по разным музеям пошли посылки. И к нам пришли первые 14 работ. Еще некоторые из них выполнены были, я вам покажу, не на толстах, а на досках. Потом были еще пандалинцы, были всевозможные закупки. И сейчас в нашем собрании будет 13 тысяч работ. То есть это нормально, скажем так. Вот самая старая картина находится здесь передо мной. Буду что-то на досках мы говорить не будем, потому что их особо нет, прямо скажем. Дело в том, что тогда учились только герландцы писать. И, конечно, учились они, прежде всего, у итальянцев. И глядя на эту картину, мы сразу видим статую верно-греческого бога. Мы видим, как-то, венецианский красавец. Ну, понятно, влияние, конечно, итальянская школа. Но, тем не менее, ездили в Италию очень многие. А все знают, кто-то где недавно находятся? 17-е, начало 17-е век. 17-е век. И вот здесь перед нами, вот, прямо к этой стороне, где работает итальянская школа. Как раз то, что нам сейчас кажется таким знакомым, до цвета существовавших, портрет, натернувших, пейзаж. Когда-то этого не было. Когда-то это были части большой картинки. Ну, вот, рядом мы сразу же найдем и портреты, и пейзаж, и натернувших. А здесь перед нами иницианская школа портретов. Сразу видно, что этот художник глядывается. Он пишет небо, пишет взгляд. Мы чувствуем настроение этого человека. Мы чувствуем, что он уверен в себя. И сразу увидим, что он очень большой, очень маленький художник любуется нам на инструкции. То, что нам, еще раз повторю, кажется, таким существует же всегда. На самом деле появилось именно такое премистратство. Дальше мы обращаемся на головы и обращаем внимание на стену, которая посвящена лидернадской жизни. И вот здесь мы имеем правовую возможность сравнить два пакета. Пакетлянская школа и Голландская школа. Ее написал Ван Том. И это пакет невесты. Дело в том, что был еще пакет жениха когда-то. Но до нас нашел только пакет невесты. Дерник, это терялся в языках и Дарик. У нас только невеста. И вот видно сразу, что в отличие от лицарского художника, ему не интересует ни внутренний мир, ни настроение, так сказать, для дамы. И в одной показать ее украшения, ее прожива, ее наряды. И, знаете, настолько точно все нарисовано, что в луку можно рассмотреть книжицу, который на луку, и сыграть эту мелодию, и это будет любовная песня до того времени. Это двердо, а очи воздетные. Правда, не просто рука движется, а жест такой, понимаете, очень театральный. И, надобавок, вот барокко, оно является собой, как будто ее музыка, согласитесь, что музыка там чувствуется. Точно так же, как очень строгим является пластицизм. Вот перед нами пластицистический пейзаж. Такие пейзажи из Италии увозили, как мы сейчас с вами путешествуем. Вот, изображающее старое уже начинало. И посмотрите, художник уподобляет себя старым мастерам. То есть перед нами женщина, у которой интересная судьба. В 18 лет она Терезон Генрис, в 18 лет она стала моногиней. Дослужилась, скажем так, до начальницы госпиталя, до начальницы монастыря. И художник, уже в лесу перед нами старую женщину, убирает все лишнее. То есть помните портрет первого зала. Нет ничего, ни чоток, ни мебели. Только вот лицо и расставленники, которые сделали много доброго. Вообще, есть такая совершенно сказочная история, что этот подвес оказал наш русский офицер в 19-го года. И поэтому, вот тогда, что, где-то Парижа, очень многие были ранены, лечились в госпиталях, лечились в махеронахе. Не часто писали там такие махеронахи. И поэтому, возможно, еще только это абсолютно научная теория, но не научно. Как-то же он оказался в лесу. Как-то же он оказался в лесу. И в то же время, когда пишите про пакет молодой князь и женщина, здесь совершенно замечательный художник. Использует все, что только можно. И кисель, и бел, и цветок, и фарфор, и блеск румянца. Это один из самых любимых портретов наших зрителей. Портет Ольги Щербатовой, заказанный французскому художнику Де Курру. Французский художник Де Курру специально в Париже ездили, чтобы заказать этот портрет. Есть из себя. В ближайцев 19-го и 20-го веков в это время, не забудьте, что были главные жанры и второстепенные. Второстепенными считались портреты пейзажных церковных, о которых я уже писала. А главными считались бюблейские и исторические сюжеты. Картины писались разные. И многометровые, такие, как, допустим, мы оба посетили портрет внизу. Там открыточка висит у нас, копия наша, домская. На самом деле огромная совершенно картина. И очень популярными были как раз исторические сюжеты. Вот подальше от меня висит работа немецкого художника, который называется «Скор ученого» Гейснера. Надо сказать, что мы в первом зале видели стул с заклепочками, помните, одежды 17-го века. Но если там все это рисовалось почти из натуры, то здесь, конечно, немецкому художнику, прежде всего, восстанавливать в своем уме, в своем воображении. И с немецкой тщательностью он все это сделал. В картине испанского художника Лоффре Ихименса. Кстати говоря, он был безумно популярен в свое время. И его выступления с успехом прошли по Европе. Они собирали такое количество, как ни одна шоу-группа современная не собирает. Такое количество зрителей. И перед нами толпа испанских грамм. Надо сказать, что в этом 18-м веке как раз король запретил дуэли. А ему нужно было каким-то образом доказывать свое. Вот перед нами успех один старый, умудренный, такой с всевозможными сражениями. Но остальные богатые, пышно одеты. И все, что они могут, это только показать свою меткость. И поэтому метание мечей или метание кинжанов это что-то типа современного танца. То есть кто из них самый меткий. Художник уподобляет перед нами толпе пёстрых птиц. Даже утрируют испанские клювообразные носы огромные. Уже улыбаешься. И вообще невозможно смотреть без улыбки на главного персонажа, который только что попал метко в цель. Знаете, как он стоит, как он двигал спину, как он задерживал свою позу, как он держит руку. Он весь полон торжества. Но картина не становится карикатурой. Она слишком хороша для этого. Слишком прекрасная живописие, сголовья химилась. Не случайно мы как-либили в свое время. И вот если мы увидим переливы цветов, как бабка подключается от атласа, как металл блестит, как переливается сед, из камена, то, конечно, мы вспомним, наверное, даже, может быть, нашего группы. Вспомним, что-то знакомое все равно находится. Ну и вот обращу ваше внимание на Казимира Зеленевского. Целый угол посвящен, казалось бы, где Томск. А с ним связано что должно быть? Где Европа. Мы с вами в Западной Европе находимся. Тем не менее, перед нами Казимир Зеленевский. Это сцены и поляр. Вот его автокортрет прямо перед нами находится. Он вырос в земле сильных полярков. Учился у нас, закончил гимназию в Томске. Затем учился в Европе. И подказался в Томске только в 18-м году. С мыслью, чтобы создать, для того, чтобы создать в Томске немножечко, не меньше, академию художества. Не забудьте, что за ура в Томске не было ничего. В Европе там Московская училища лояльния и отчества и Питерская академия. Все. За Уралом же не было только рисованные классы. И он ни больше, ни меньше подошел из немышленников. И они создали академию художеств. И у нас в Томске целые месяцы существовала академия художеств. Наши фонды больше и получили здесь, конечно. Они на экстракляции какие-то повторяют очень много царапляческого медного литья. Но, тем не менее, перед нами самая интересная экспонат из Томске. Итак, давайте подумаем. Почему мы не знаем ни одной из токровной картины? Почему мы знаем, как много из токового художника? Почему художник работает как угодно, а живописец, как он пишет иконы, почему он не правил? Дело в том, что они разные по своей сути. Вот если художник пишет картину, то чем богаче он премьер художника, тем больше может сказать людям, тем лучше, согласитесь. Художник, который пишет иконы, совершенно по-попопу, по-попопу, считается, что первые иконы были явлены человеку за его особое веру, за его особое, так сказать, божественное строение. И поэтому первые иконы являлись собой святыней, которая творит чудеса. А самая первая, вот она как раз передано, находится партнер в которой. У нее есть древности и происхождение. Первое, это то, что, значит, у святая Вероника оттерла плод с лица Христа, когда он нес крест на галуфу, и лицо его печаталось на ткани. Вторая версия, это та, что поел проказы царя Абре, он послал своих горцов, чтобы Христос пришел и исцелил его, но Христос не хотел оставлять свои плоды, и несчастных, и поэтому приношет эту ткань, ткань, впечатлял его черты, потом исцелился царя Абре, потом, значит, она была изображена на стене, то есть на стену, поэтому вот этот спас мультурный, это первое изображение Христа. А икона такая стала. То есть первое изображение Христа, оно не случайное, оно чудесно, оно совершенно не просто художество, не поэтому, а буквально художник может творить и усталым, и замученным, и сердитым, и даже пьяным, всякое бывает, но может создать шагер. Художник на месяц он выдерживает пуст в 40 минут, он надевает все чистое, он с молитвой приступает к делу, только тогда он может не быть уверенным, но может надеяться, может надеяться, что у него получится настоящая икона, и что она, как высшее достижение его веры и их монарха, вытворит чудеса. И не случайно существует фраза «Чем больше от человека, тем меньше от Бога», потому что, не случайно, сами иконы называют по списке, не копии, а списки, потому что художник, создавая икону, он использует те, которые написаны давно и давно, и поэтому, повторяя, очень легко их рублю создают новые иконы, не случайно, потому что золото, оно само и свет, само икона и свет, и поэтому предметы это представление, это условное представление о условном божественном мире, это как бы откровение, которое скрывается человеком, и поэтому, как бы картины, которые мы здесь видим, они не похожи на настоящих людей, люди более длинные, более высокие, ни один из блога красный цвет, зеленый цвет, синий, и каждый день что-то значит, потому что красный цвет, да, красный цвет, крови, но еще и цвет бурной мантии, царской, зеленый цвет, цветочной жизни, голубой, ну, подскажите же мне, небо, небо, конечно, небесный цвет, и только черного цвета почти никогда не было, потому что черный цвет считался церковь смерти, церковь дьявола, бизантийский коник просто не использовался, и в ранних русских тоже. Потом появился черный цвет, но надо сказать, что он намного позже появился, когда уже забыли это правило стерка. На самом деле, мы можем увидеть очень многое. Например, мы видим здесь и горы, и деревья, вот это дерево, здесь перед нами гора, и города, и мы не узнаем ни одного дерева, что это, и Парис, или может быть это Доколь, или может быть это какая-то гора, вот все видели крестики, там, Маркалюс, и Горк, это, значит, голубой. На самом деле, это знак коры, это знак дерева, это знак города, как иерогич означает, что там Азово. И даже люди, вообще-то своеобразные иероги, потому что мы знаем фитонографию. Святой Василий изображается, ой, по-моему, здесь нету, всегда длинный черный, молодой, всегда изображается Николай Угодник, с маленькой бородкой, вот такой вот здесь перед нами, а вот, всегда изображается очень подробно. Почему? Да сам Иисус, посмотрите, он либо владелец, в каком матери, либо он 30-летний мужчина. Очень редко мы можем с вами увидеть, подростка пристань, поделочка пристань, всегда он в одном же религии. Во-первых, перед нами какой-то наградический облик, во-вторых, неграмотные люди могли в церкви сразу узнать, кому он знает свои зрители. И поэтому, ну, такие коронавтические образы сохранились. Ну, отметим для себя, что коронавтические сразу так пришли, потому что, во-первых, изображение про инфрициал, Христос и Дома Хвадзе, снаряд юноша, и малаврия совершенно, как иерогенуирует, он существует, но постепенно появляется, он заключается в большинстве, и так много веков не было. Кстати, обратите внимание, вот на этом, мне очень интересно, что события, которые происходят в разное время, в разные места, происходят под одном и мере. Как в комиксе, извините за сравнение? Потому что вот перед нами, Григорий Муанн, то есть, где-то застать жильеет, и он идет в его вековую, и малаврия, и он везет на вековую. Не важно, что происходит, если с коленей тогда, важно, что происходит. Человек, который выдавался в детерей за раздарист охраны, человек, который в Москве был, как Лужков, или Сокременович, примерно, и его жена. Вот, у меня это очень хороший ответ, но жена, кажется, намного старше, на самом деле, между портретом 20 лет. То есть, она успела составиться, в то время, женщины рано старились, и поэтому, кажется, что она, такой неравный прав. На самом деле, они очень любили друг друга, ну вот, а у товарища, купец, который был мазурен, он на самом деле, был человек своего времени, он у него не всегда лежал свое слово, в конце жизни, он даже прошел одной рубашкой пешком со свечой в церкви, просил прощения, потому что он нарушил свое слово, то есть, он был сильной личностью, тем не менее. Обращу, прошу внимание, на крошечную картиночку, которая начинает огромный путь, он всем, кто будет, мы не встречаем, но целый век искусство не замечало, что Россия до 95% крестьянская страна, и если крестьян рисовать, то как порядок, то как костюм, то как пляск, и вот только Александр и его школа заметили, что крестьянские мужики не глупые, что крестьянские женщины красивые, что крестьянские ребятишки игривые, и появились такие сначала маленькие картиночки, а потом дальше мы увидим целую тему, которая в 19-е год и у передвижников Сарасова с Сарасова облашу ваше внимание на единственный семейный портрет в нашем собрании, написанный явно художником не профессионалом, потому что есть нарушение, вот что отличает художником не профессионалом? Очень точный портрет, неприятное сходство и отсутствие школы, то есть либо короткие ноги, либо короткие руки, отсутствие рисования со скульптурой, отсутствие умения. Это портрет Злобина и его семьи. Злобин, он не чужой человек нашей Сибири, он очень много сделал для нее, это большой, чем большой человек, который много сделал для наших железных дорог, для наших промышленностей, и точно так же его дети, его внуки. Кстати, отмечали по Волге от начала до конца Тернецов с друзьями, и множество картин было написано. Вот эта работа, как это делается. Хотя лица наши находилась в нашей спорте-гимназии, потом даже отморкнули с вами проводили встречи с папой и там проходили. Посмотрите, насколько идеализируют все-таки своих родственников, своих знакомых, клишам. Очень известная, очень популярная в свое время художка, по какой-то эпоху мы им писали. Ну и сразу, они красивые, они хорошие, они профессиональные, но он красивый, к людей нам изображает. Согласитесь. Все надавочки, как вы говорите, в апреле, замажьте, пожалуйста, нам. И, пожалуйста, калицарь. Вот здесь все настолько гордые, что все мои доставки, оставьте мне, пожалуйста. Все мои морщины, все мои подарки, это мать, но зато посмотрите, как они гордятся тем, что они умеют читать. Обязательно письмо, обязательно эти книги не отдают. Как они... Такого, спасибо, сколько у нас, крестьянская пляча и крестьянское тело. Перед нами крестьянские дети, крестьянские мужички, появляются крестьянские девушки. То есть, очень много механический пейзаж. То есть, прежде всего, обращать внимание в итальянский куин к нашему, нашему пейзажу. А Россия, она огромная. И поэтому, и синие мира перед нами оказываются и старорусские города, и болота наши, и осень, и вот здесь, и мы, в Малоруссии. Ну, обращу вас, что она несколько имен. Прежде всего, это, конечно, Верещанин. Верещанин, он славится за этими пакарными полотнами, но он был еще и замечательным путешественником. Вот этот мургосветок, он сказал, совершен. И вот эти работы, мы можем быть уверены, что они написаны не в мастерской, а именно в Ямалае, и именно в Тургестане написаны. Он привозил, устроил выставки, они продавались на ура и внутренне из него большую славу. Вот сюда вниз, обратите внимание, это Поленов. Он поехал в Халестину, чтобы написать, как Христос пройдет в Халестину. И был поражен, насколько мало Иерусалим изменился по сравнению с теми временами. Вот кажется, что вот этот старый город, это выжженная дорога, это небо, вот тут в Тургестане осенька и Христа, как на нем видит. Он написал множество солнечных этюдов, и вот потом картины. Вот это наш Сибирь вами, пожалуйста, Наковский хотя бы писал, но вот мое детство перед вами. Можете посмотреть, как оно проходило. Самое известное имя у нас это Ивазовский. Нам разные минуты ходят, некоторые не к тому же. И знаете, Ивазовского знают все. Все знают Ивазовского, хотя бы слышали. Эту картину написал уже старенький Ивазовский, ему 79 лет, поэтому он не пишет гранты пребрежные, не пишет корабли какие-то, он пишет небо и море, море и небо, как они отражаются в другом круге. Тем более удивительно, что он никогда не работал с надпукой. Все свои картины он писал в мастерской. Все картины он писал в искусственном освещении. Вот. То есть удивительная память, конечно, у этого художника, и удивительно, что у нас есть его картина. Искультура Клотта и другого художника Клотта. И единственный сибиряк, который присутствует в наших залах, это картина алтайского художника Хан Алтай написал и Чурос Гуркин. Он был любимым учеником Шишкина, научился в Шишкина, но очень недолго, всего год, потом Шишкина умер. А у Чуроса Гуркина не было денег, и он вернулся обратно на Алтай, недоучкость. Но всю свою жизнь он писал свою Алтай, по безумному талантливому, Томскому очень любил. Посмотрите, как написано в Алтай. Локация прям-то завершена, и Аблы ниже, чем сами горы. Кедр в том соединяет верхние и нижние миры. То есть удивительно, как он любил свой Алтай. Где перед нами был, извините, союз русских художников. И вот, что мы здесь видим? Первую природу, прежде всего, конечно, но здесь важно что? Не, скажем так, не состояние, а настроение. Вот здесь король. И уже вы не можете читать, что написано на вывесках. Ему не важно ли это. Ему важно передать вот эту свежесть, впечатление, импрессион, впечатление, вы понимаете, и русские импрессионисты, и на король. Перед нами находят и Суриков, когда у нас здесь задавался, у нас его суриков отцепотали, поэтому у нас только два небольших дитя. Но тем не менее, обращу Владимиру ваше внимание, вот эта девочка сурикова, она соответствовала и делала красоты Сурикова. Он очень любил крепких-то сибирских женщин, все худые Владимирки ему были немало интересных. Вы не худая или не худая? Или не худая? Или не худая? Короче говоря, Синочка Каминова, надо сказать, что у него было две дочери. Одна была худая Владимирка, а вторая была примерно такая же. А тот чатер два раза рисовал свою четвертую дочь. Вот обратите внимание, у нас в Северской кассе, там девочка на переднем плане, вот она есть. Вот обращу ваше внимание на эту картину, которую он не помнит. Вот что на них сурикова, как калашин? Декорация или реальные сурикова? Ветер. 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 То есть это то время, когда художники пишут на кране, на кране своего ощущения, то ли Сонка или Яйц, то ли Марьева какое-то. Вот попробуйте догадаться, что там. Наши томичи, он, конечно, здесь присутствует скульптор, и наши томичи тоже присутствуют в новом время ученичей. Здесь, конечно, вот, ну, несколько художников. Это, конечно, Кустодиев. Вот, знаете, когда смотрят на него, на Кустодиевы, ну, обычный Кустодиев, казалось, самоварик, путьцы, райский сад. А посмотрите на все начнут эти этикетки. Этикетки, 18-е годы. Это то время, когда Россия голодная, холодная, когда художник мучится страшными болями, вот здесь вот воник на тресле и не может поехать в Германию, потому что идет война. Совсем по-другому начинают думать о этой картине, о мужестве этого художника. Да и совсем он другой, конечно. Наши домичи тоже здесь представлены, это очень неплохие и очень в духе своего художника. Вот перед нами портрет Серово. Работа Серово, кстати говоря, участок первых лампомов у нас. Это портрет Хасьянова. Говорят, что Хасьянова был не очень хорошим человеком, но перед нами такой, знаете, очень недоверчивый человек, он подсклоняется от нас всех. Сифония как раз, правда, использована, вот в отличие от Кустодиева, допустим, но художники простоют часами перед этим портретом, потому что они не могут понять, как художник допился вот такого эффекта, удивительно. То есть, это, конечно, замечательный портрет, это одна из таких визитокарточек нашего музея. И самый хулиганский, самый такой вот неповторимый, конечно, творческое объединение, самое творческое, это новый валет. Вот перед нами все, как в Европе. Тогда, знаете, было легко съездить в Европу перед революцией. Купил билет и поехал. И как только не ездили, и билеты покупали, и с бунтуристами ездили, вот, как могли, короче говоря. В любом случае, все, что было в Европе, старались повторить и перегнать. И поэтому в Европе, ради Бога, мы тоже можем. В Европе, пожалуйста, тяжелый сезон, такой тяжелый. Перед нами Бочаловский, кажется, что вот эти чарки упадут, загремят, они разобьются вовсе даже. Очень яркий форейсий. Перед нами, пожалуйста, Куприн, вот он перед нами Лентулов, он тоже рассыпается, и не только, пожалуйста, очень хороший Лентуловский портрет, замечательный просто. И даже движение пытаются анализить художник того времени. Помните, как мы видим с вами лошадей, и вот работа для Дантю. Вот не задача художники нарисовать лошади, а значит, они беги лошади, скачку лошади. Представляете, детям хоть очень нравится эта работа, и вот, когда они смотрят, вот вы просто рукой поможете перед собой, почувствуйте, как она у вас распадается на движение. И вот перед нами движение лошади, которую художник постарался остановить. Это было время проб и ошибок. Они все были молоды, они все были хулигански настроены, но они создавали искусство 20 века. То, что нам сейчас кажется таким привычным, это... Что делать? Какой канал?